УДУУУ ИЛЯ САБИИЛИ РАББИКА БИЛЬХИКМАТИ ВАЛЬМАУРИГАТИ ЛХАСАНАХ, ВАЖАДИЛЬХУМ БИЛЛЛАТИИ ХИААХСАН, ИННА РАББКА ХУВА ААЛЛАМУ БИМАН ТОЛЛЯ АН САБИИЛИХ, ВА ХУВА ААЛЛАМУ БИЛМУХТАДИН. Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о помощи и прощении. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и скверных дел. Кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не введет в заблуждение, а кого Он собьет с Него, того никто не поведет верным путем. Свидетельствую, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник, саляллаху алейхи вассалям. В первой части нашего вчерашнего урока мы говорили о разновидностях сердец. Потому что сердца, несмотря на уровень человека, будь он верующий или неверующий, грешник или праведник, будь он мужчина или женщина, делятся на три вида. Что касается первого сердца, то это здоровое сердце. Второе же сердце это противоположное здоровому больное. Это то сердце, в котором нет жизни вообще. И это сердца да убережет нас Аллах неверующих. Аллах Всевышний в Коране говорит, они сказали, сердца наши покрыты завесой. Но нет, это Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера? И значение Его слов, покрытой завесой, это не понимающие истину или не принимающие ее. И это состояние душ, упорствующих на лжи, которые не были созданы для Ахира, а были созданы для того, чтобы их бичевали в адском огне. И это положение сердец неверующих. Положение сердец лицемеров и секуляристов, коммунистов и безбожников. Положение сердец рафидитов, которые проклинают Абу Бакра и Умара. И подобные сердца не очистятся, кроме как огнем ада, да упасет нас и вас Аллах от этого. А что касается третьей категории сердец, или скажем, третье сердце, это то сердце, в котором есть две противоположные составляющие. И это положение большинства сердец. В этом сердце содержится добро и зло. В этом сердце есть добро из любви к Аллаху и его посланнику, саляллаху алейхи вассалям, и в нем же есть вредная составляющая. Очень большое зло, как зависть, высокомерие, гнев, страсть и подобное этим вещам. И рассмотрим один из видов этих составляющих, который портит сердце человека и стоит преградой на пути к Аллаху. И в некоторых случаях приводит раба к неверию. Как, например, черная зависть иудеев и христиан к пророку, саляллаху алейхи вассалям. И к этому мы еще вернемся. Иногда она стоит преградой на пути раба к Аллаху, при этом не приводя его к неверию. Но это непременно препятствует ему на этом пути. И поэтому ты увидишь его, и у него сжимается грудь и разум. Он не испытывает радость, когда испытывают ее другие. И он не может успокоиться и постоянно пребывает в мрачных мыслях. И его нутро испытывает волнение. До тех пор, пока он не увидит свою жертву, которая испытывает черную зависть, закопанной под землей. Сегодня мы рассмотрим большую болезнь, которую испытывают многие из бездельников, из мужчин и женщин. И это не что иное, как черная зависть. И эта зависть порицаема в исламе и порицаема естеством человека. Зависть порицаема в книге Аллаха и в сунне посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям. А также по единогласному мнению ученых. А что касается белой зависти, то она непорицаема. Белая зависть – это когда ты желаешь себе того же, что есть в ком-либо. В то же время желаешь, чтобы эта милость осталась и у него. А что касается того, что в хадисах говорится о белой зависти, как просто о зависти, из того, что приводит Ибн Умар в двух сахихах, по передаче Ибн Умара и по передаче Абу Хурейры и большинства сподвижников, пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал «Нет зависти, кроме как в двух вещах. К человеку, которому Аллах дал Коран, и тот занят им днем и ночью, и человеку, которому Аллах дал имущество, и тот тратит его на пути истины». И здесь употребляется метафора, или один из видов образного выражения. И под завистью здесь подразумевается белая зависть. То есть, если на это указывает контекст речи. Так говорят из-за его сходства в чем-то с белой завистью. Если в тексте нет значения того, что завистник завидует, желает, чтобы другой лишился этой милости. И самая мерзкая зависть – это зависть иудеев, которые испытаны некоторые из приверженцев Ислама и Единобожия. И это то, что завистник жаждет, чтобы тот, кому он завидует, лишился этой милости, без желания его милости себе. Это и есть зависть иудеев. Это очень часто встречается среди людей. Особенно между двумя женами. Одна желает, чтобы другая умерла. Желает, чтобы она лишилась какого-либо блага, которым обладает. даже не желая ее блага себе, особенно если другая красивее, чем она. Она желает, чтобы та лишилась красоты, каким бы образом это ни произошло, проказой, лишением разума, любым путем. И это считается самым отвратительным видом зависти. Потому что именно этот вид зависти Аллах упоминает в Коране про иудеев один в один. Многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. И из них иудеи, христиане и другие исламофобы. И врагам ислама не хватало того, что они не подчиняются воле Аллаха и не воспринимают истину от Него. Они еще к тому же желают, чтобы этой милости лишились посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры. Из-за чего? Из-за зависти, выдавая свою сущность. После чего? После того, как им стала ясна истина. После того, как им стала ясна истина. И что более удивительно, это то, что они знают истину, но не следуют ей. В прошлом собрании мы говорили о причинах, которые делают сердца черствыми. И размышляя над этим, нам стало ясно, что то, что противодействует этому, это доброта сердец. И вещи познаются в сравнении. И поэтому Аллах, Свят Он и Преславен, описал иудеев и христиан в разных положениях лицемерия. Они злорадствуют, когда мусульмане лишаются какой-либо милости. Иудеи сегодня более враждебны, чем вчера. Иудеи нашего времени, кем бы они себя ни назвали, иудеями, или христианами, или назвали себя бааситами, или либералами, или социалистами, или коммунистами. Они намного хуже, чем прошлые иудеи, которые были во время посланника Аллаха, Салли Аллаху, Алейхи Вассалям. Иудеи, которые были во время посланника Аллаха, Салли Аллаху, Алейхи Вассалям, они не скрывали вражду с посланником Аллаха, Салли Аллаху, Алейхи Вассалям. Враждовали открыто, а иудеи наших времен называют себя мусульманами и выполняют религиозные обряды, но в то же время строят козни против мусульман. Они поджидают удобный случай, чтобы подавить мусульман и искоренить их. И это реальность сегодняшних лицемеров, особенно тех, кто показывает в делах и на словах доброжелательность и скрывает свою вражду. И поэтому в любой удобный случай они припишут самые незначительные погрешности и ошибки ученых всем мусульманам, чтобы дискредитировать репутацию мусульман. Будет это место, в котором они проживают, или за его пределами, перед верующими и перед нечестивцами, перед нечестивцами и перед неверующими. Почему они так поступают? Для того, чтобы найти какое-нибудь оправдание своим грехам. Потому что они однозначно знают, что у них нет оправдания перед Аллахом. И ты найдешь их строящими козни тем, кто призывает к одобряемому и предостерегает от порицаемого. Будет это официальные организации, специализирующиеся на этом, или будет это студенты, приобретающие знания. И мы еще поговорим с дозволением Аллаха о том, что сделала эта мерзкая категория людей с предводителями ислама. Мерзкая категория людей, которые были созданы для огня ада. Потому что они не упустят минимальную возможность подавить ислам и мусульман. И что удивительно, они называют себя мусульманами. И украшают свою речь исламской терминологией. И ты непременно узнаешь их по их красноречию, как поведал об этом Аллах. Но не размышляет над этим и не разумеет это, кроме тех, кто познал подлинность ислама, на котором был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Подобное не скроется, хвала Аллаха. Всем знаком хадис, который приводит большое количество сподвижников. 15 сподвижников передают, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Его приводит Муавия в двух достоверных сборниках. Исаид в Сахихе Муслим от группы сподвижников. Хадис о том, что непременно будет из моей общины группа на истине получать поддержку. Им не навредит то, что их оставят без поддержки и поступят вероломно с ними, пока не придет повеление Аллаха, свят он и возвышен. И религия Аллаха непременно одержит победу. Несмотря на то, окажет ли ему помощь помогающие или унизит их униженные, они одержат победу величием, которым возвеличат ислам, и унижением, которым Аллах унизит неверие, также по достоверной цепочке передает Салим Ибн Амир, который сказал, я слышал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, дело Ислама дойдет до туды, куда доходит ночь и день, и не останется дом из глины или шатер, кроме как Аллах доведет Ислам величием великого и унижением униженного, величием, при котором Аллах возвеличит Ислам, и унижением, при котором Аллах унизит неверующих, даже если это будет совершено руками обещанного имама Махди. И это реальность, а не мечты. Также приведем изборника Имама Ахмада, изборника от Тирмидзи, от Суфиана, от Асама Ибн Абин Аджуда, от Зира Ибн Хубейля, от Абдуллы Ибн Мас'уда, рады Аллаху анхум, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если даже от этого мира останется лишь один день, Аллах продлит этот день, чтобы отправить мужчину из моей общины, имя которого совпадает с моим именем, и имя его отца с именем моего отца, который наполнит посредством него землю справедливостью и честностью, после того, как она переполнится притеснением и насилием. И мы в последнее время видим то, что приходит в хадисе от Ибн Умара и от Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ислам начался чуждым, и вернется таким же чуждым, каким он был раньше, и я обещаю дерево в раю для чуждых». И они те, которые день и ночь стараются, не отягощают их страсти, чтобы исправить дело этой религии, вкладывают максимальные усилия, чтобы направить эту уму на правильный ход, и для того, чтобы воспрепятствовать врагам этой религии, и подавить их давление на ислам. И поэтому враги Аллаха распространяют в СМИ, в различных газетах, и выступают, придавая своей речи религиозную окраску про ислам, который не нравится им. И все это против ученых и тех, кто призывает к религии Аллаха, против тех, кто призывает к одобряемому исламу и предостерегает от порицаемого. Как Аллах Свят Он и Возвышен сказал, «От зла завистника, когда он завидует». Завистник, когда завидует, начинает притеснять и надменичать, и жестоко расправляться. К тому же Аллах повелел нам, чтобы мы искали у Него защиту от зла после каждой молитвы. И Анна Сая приводит по достоверной передаче от Укбы ибн Амира, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Читайте суры, призывающие защиту у Аллаха после каждого намаза». И из этого числа слова Аллаха и от зла завистника, когда он завидует. И когда завистник начинает завидовать, он непременно начнет бесчинствовать и посягать. И едва ли ты найдешь из завистников, которые, когда начинают завидовать, стараются, чтобы его зависть не проявилась и стараются исправить положение своего сердца. Таких очень мало среди людей. Конечно, мы не отрицаем наличие таких людей, но мы говорим, что их мало. В большинстве случаев, если завистник начнет завидовать, он обязательно начнет мстить и бесчинствовать и устремиться вредить от ярости. В чем причина зависти? В большинстве случаев те, которые испытаны завистью, они те, кто стремится к славе и распространению нечестия на земле. Он желает высокого положения, благосостояния. Он хочет, чтобы все подчинялись ему. И если вытянуть из-под его ног дорожку и отвести от него лучи света, то он в ярости начнет бесчинствовать и вершить на земле высокомерное беззаконие. И прибегнет к поступкам Абдула ибн Убая ибн Салюля. Он был господином в своем народе. Ему подчинялся его народ. И два племня Ауса и Хазраджа хотели избрать его над собой главой. И тем самым он стал бы беспрекословным господином для всех. Учитывая то, что глава Ауса во времена посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, был Абу Амир богобоязинный, которого посланник, саляллаху алейхи вассалям, затем прозвал Абу Амиром нечестивым. Он также был господином своего народа. Ему подчинялись, но он на самом деле подчинялся в свою очередь Абдула ибн Убаю. Почему же? Потому что тот был умнее него. Потому что тот обладал проницательным взглядом. Но ему не принесло пользу его проницательность, и не помог ему его интеллект. Потому что когда посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, переехал в Медину, и жители Медины встретили его добродушно, с приветствием и радостью, и благой похвалой, и с надеждой, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, будет жить с ними, и возглавит их взамен на то, что они обеспечат ему безопасность и окажут поддержку. И посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, причислил два племня Аус и Хазрадж к числу ансаров. И они начали симпатизировать посланнику Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, как Аллах и упомянул в своей книге, смысл которого сводится к тому, что из признаков веры – любовь к ансарам, и из признаков лицемерия – ненависть к ансарам. Подобное упоминается в двух достоверных сборниках и других сборниках. Когда посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, тогда Абдуллах загорелся с завистью к посланнику Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, величину которой знает только один Аллах, которую он не смог проявить в начале своего дела. Чтобы не поставить свою репутацию под сомнение. И тогда он начал строить козни и подстрекать скрытно. И он выискивал некоторые вещи у посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, которые для него считались значимыми в своем деле. Хотя понимал, что все это дешевый ход и безуспешно. И терпел неудачу, и он ждал день за днем, день за днем, и так пока не случилась битва при Охуде. А что касается битвы, которая ей предшествовала, битва при Бадре, которая была в Рамадане, сподвижники нанесли поражение многобожникам. Самыми плохими последствиями для них. Они убили из них немало, и забрали их имущество, и обратили их в бегство во все стороны. И в это время этот лицемер ничего не нашел. А что касается битвы при Охуде, у посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, была своя точка зрения по поводу этой битвы. Когда на него ополчились неверующие хурайшиты, когда они подготовились и были готовы к битве с посланником Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и их было около трех тысяч, тогда мнение посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, было таково. Чтобы остаться со сподвижниками в Медине, и чтобы женщины помогали им из своих домов приносить необходимое, а посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, вместе со сподвижниками обороняли улицы Медины, чтобы легче было наносить удары многобожникам со всех сторон. И это было его точкой зрения. А у Абдуллы ибн Убэя ибн Салюля была другая точка зрения. И у сподвижников посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, была другая позиция. Противоположная позиция посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и которая в то же время противоречила видению Абдуллы ибн Убэя. И сподвижники настаивали перед посланником Аллаха, чтобы он вышел вместе с ними на ровную местность Ухуда. И посланнику Аллаха, не понравилось это предложение. А затем посланник Аллаха надел на себя кольчугу. И когда это увидели сподвижники, они сказали «О, посланник Аллаха, мы, кажется, принудили тебя своей настойчивостью. Мы согласны остаться в Медине». И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ответил им «Не подобало посланнику Аллаха, одевшему кольчугу для своей общины, отворачиваться от принятого решения». И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вышел, и с ним все сподвижники. И среди них был Абдулла ибн Убей. И у него были последователи, которые были слабы в вере. И когда они дошли до местности между поселением Хайбар и горой Ухуд, Абдулла ибн Убей пришло в голову отказаться от похода и отколоться со своими людьми от армии. И тогда они покинули их ряды, и вместе с ним треть армии, сказав «Неужели ты вместо того, чтобы послушаться меня, послушал этих юнцов?» Имея в виду сподвижников-повстанника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Хотя в действительности его это вовсе не волновало. Он просто не смог сдержать свою лицемерие. И как сказал Ибн Каим, «Будь осторожен и не выдавай капканы своих страстей, которые, став известно, погубят тебя самого, и ты будешь сломлен презрением». На самом деле в сердцах содержится очень много циничного коварства, от которого следует очищаться. И от этого не очистить ничего, кроме веры. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, и мы приводили этот хадис в сборнике муслима под спочкой передачи «Шуаба» от Абисхака, от Таби'а, от Абди Ахваса, от Абдуллы ибн Мас'уда, рада Аллаху анхом, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, часто говорил, «О Аллах, я прошу Тебя вести меня по прямому пути, и прошу богобоязненности, добродетели и самодостаточности». И в сборнике муслимов в хадисе от Зайда ибн Аркама, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, просил и говорил, «О Аллах, даруй мне богобоязненность и очисти мое сердце, и Ты лучший из тех, кто очищает. Ты его покровитель и помощник». Ты его покровитель и помощник. Что касается этого лицемера, то это лицемерие не покинуло его сердце. Он отвратил от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, треть армии. Но посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, несмотря на это, продолжил и произошла битва. И случилось то, что всем известно. Но мы хотим упомянуть о том, что случилось с Абдуллах ибн Аркам. Он лицемер. Из-за его великой зависти к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Он завидовал ему черной завистью из-за великой милости Аллаха по отношению к нему. Из-за поддержки и любви сподвижников к нему. И он замышлял козни на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Он подстрекал против посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Амира, нечестивого. И его звали Богобоязненным. Но посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, прозвал его нечестивым. Из-за его вреда. Из-за Абдулла ибн Убеям последовала немалая группа. Последовали за ложью. На самом деле у него были сторонники из лицемеров, даже еще издавна. И положение подобных таково. Либо они предпочтут то, что очистит их от греха и нечисти, либо они прибавятся в своей скверне и нечисти. Чтобы Аллах испытал посредством них уверовавших. Как сказал Аллах, Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от благого.